В Самаре идет подготовка к параду памяти. В 41-м году Куйбышев получил статус запасной столицы. В город на Волге было эвакуировано более 40 заводов со всей страны. 7 ноября 41-го года в Куйбышеве состоялся крупнейший военный парад. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять боевой дух советских людей. Парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пролетели 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Также парад в запасной столице был самым многочисленным. В нем приняли участие 25 600 человек. В память о тех событиях в Самаре проводят парад памяти. В этом году он состоится в 14-й раз. Губернатор Вячеслав Федорищев на заседании оргкомитета, посвященном параду памяти, отметил, что он является одним из самых значимых патриотических проектов современной России и призвал подойти к его подготовке творчески. В этом году ключевая тема «Наша семья – наша победа». К проведению парада привлекут новых участников. Также будут охвачены разные регионы и страны. Впервые в истории парадные расчеты будет сопровождать музыка в исполнении Центрального военного оркестра Минобороны Российской Федерации. Это тот самый оркестр, который 7 ноября 1941 года во главе с Семеном Александром Чернецким был здесь, у нас в Куйбышеве, в эвакуации. Это главный оркестр вооруженных сил страны. Именно Семен Александрович был вообще родоначальником военно-оркестровой службы страны. Поэтому мы рады, для нас особая честь, что оркестр будет с нами сопровождать прохождение парадных расчетов. Это тот самый оркестр, который в том числе 24 июня 1945 на Красной площади в Москве проводил первый парад победителей. Поэтому, конечно, для нас это тоже особо почетно и ответственно.